Это Саша сказал, хотите его? Что? Рада? Я вообще не такая. Как громче глаза закрыть. Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулили, потому что это долгожданный выпуск. Моменты в жизни. Наконец-таки, ура, у меня дошли ручонки, чтобы его смонтировать. Я понимаю прекрасно, что сейчас уже конец апреля, а моменты жизни уходят за февраль. Дарья, почему? Своё оправдание скажу, что, как всегда, Дарья ленива в этом плане, чтобы смотреть вам сразу моменты жизни. А во втором, у меня было очень много событий, про которые сейчас вам сегодня и поведаю. А под звуки хрумчания биминого корма мы начнём смотреть моменты жизни. Моменты жизни. Итак, новые события дня. Вы посмотрите, что это за зитой гитой, оликоболик, подружки, best friends. А чё тебе чонек не хватает? Смотрите, у меня тоже чонечки с пайетками. Как будто нас на эту выстою... Это выступка, да? Это выступка собака. Смотрите, Юлечка начала заполнять анкетку друзей. Она через полгода решила, наконец-то, достучала, что я её лучшая подружка. Наконец-то. Наконец-таки, ура! Наконец-таки, Юлечка заполнила анкетку для друзей, и она сказала прочитать её вслух вместе с Маришкой. Мы сейчас с Маришкой будем читать её анкетку. Мы чуть-чуть прочитали, как её зовут. Её зовут Крысятина, Юлечка нашла. Твой любимый цветок, который у Саши сдох. Дальше. Какое твое самое любимое блюдо? Майонез. Любимый поэт Сашуля. На самом деле, Саша очень хорошо пишет стихи. Если бы мы это снимали, мне бы пришлось всё запихивать. В принципе, вы понимаете суть. Любимый художник опять Сашуля. Лучшая подруга другая. Сашуля и Машуля, а Сашули нет. Не спи, у нас тут ещё 60 вопросов. Иногда во сне я могу подраться с Машей, Машулька. Он у тебя в лёд. Он не знает, что было. Что было? Я, короче, сплю. Я же рано проснула. Рассказывай, рассказывай, не плачь, всё хорошо. Я, короче, Юля, меня просто... Много закидывали. Она тебя не трогала, не видела. Я в шоке лежу. Ты чё? Чему бы ты хотела научиться? Открывать консервы ножом. Ну, мы все умеем открывать консервы ножом, кроме Юлечки. Я любим компьютерная игра. Госуслуги. Пишешь ли ты рассказы стихий? Нет. Ну, Юля, надо у Саши поучиться. Каждый раз, когда перед сессией начинается время делать всю эту работу. Всё то, что задание мне задали. Я прошу Юлечку помочь мне сделать английский, потому что я вообще не understand. Знаешь, надо определить актив, это пассив, это perfecto, non-perfecto, и... Это итальяну. И present particular. Мария, прочитай, пожалуйста, нам название. Давай, вон, давай вот это вот. Блин, давай ещё раз, думай два. Я могу прочитать. Двой или берит. Лас-вик. Транслотэ в стантенет. Тхе, стентанте. Зе. Тхе, тхе. Зе. Тхе. 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 Зе. Где вы читаете вообще? Андерлин? Андерлине? Андерлин. Да, Андерсен. У меня здесь, ну, тупис. Тупис. Учиман английский с татар фрэндхаус. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Спасибо. Хребетня. Этот момент настал. Мы досматриваем последнюю серию друзей. Десятого сезона. Я не знаю, я что-то так переживаю. Я так к ним прикипела. Пипец, просто. Мы-ка всегда с Юлечкой что-то готовим. Ну, как? Мы. Я мы. Ну, Юлечка готовит. Я помогаю. Юля, молодец, давай. Да, мимо как лежит, так и лежала. Маша у нас работает на два фронта. Вы помните, что она делала лук для Юли. И сейчас она сделала лук. Лук. У нас с ней чуньки как бы с ромбиком. Видишь? Мы семья. Семейка, скамейка. 194 рубля две штуки. Ребята, вы, наверное, спросите, почему я сижу в буховике посреди комнаты. А я вам отвечу. Юлечка пришла с работы и говорит, давайте закажем мак. Это Саша сказал. Хотите, мак? Ну, ты же сказал, да, я хочу. А я думаю, да ты сказал. Да, давайте докажу. Говорит, давай. Я Юлю спросил. Я в итоге говорю, типа, я пойду на почту. Может, мы сходим пешочком, типа, прогуляемся. Ребята такие, да, да, да. Юля говорит, сейчас я чай попью. Пойдем. В итоге Юля чай попила. Говорит, я не хочу никуда идти. Я говорю, я тебя ждала. Она сказала, я не хочу идти. Давайте закажем. Тебе не стыдно? 5.05. Привет. Я жду в Мобокс. Привет. Юля сказала, я никуда не пойду. Я сказала, ладно, сейчас я тогда пойду на почту. Говорит, давайте закажем доставку. Говорит, смысл заказывать доставку. В итоге мы сейчас вообще заказываем KFC, и я сижу в пуховике. У Юли какое-то самое лучшее прошлое воспоминание про KFC. Уже два года прошло с этого момента. Она нам каждый год говорит, что меня любят KFC. Сейчас что заказывает KFC? Мы тебя так зашкали. Знаете, как они заказывают? Если я скажу... А я буду картошку. Будешь вот этой... 5.05.0. 5.05.0. А я такая... У нас сегодня среда. В среду действует акция 5.05.0. И что вы сейчас закажете, пойдете сюда забирать? Да. Ну да. Я вообще на почту надо было письмо дать. Чесночное пробить. Ох, ребята, короче, что у нас произошло? Просто от трендец. Как всегда у нас. Мы как-то лежали, смотрели фильм. И Сашулька как-то неловко повернулся. И у нас сломался диван. А мы не хотим за него платить. Как бы? Если бы мы сейчас ничего не сделали бы, потом бы мы платили бы с... Даже верх потяни. Тянется? Вот. И мы сейчас стоим и Сашулькой его пытаемся починить. Толестенька, папа валяется. Прикинь, Саша мышку там свою нашел. Закручу прям по максимуму. Ну давай, по максимуму, да. И печаль и радость. Скажи, Даша, можешь спать нормально. Все пройдет. Смотри, да, как устроили. Нам вообще надо, значит, не дышать, не пукать, ничего не делать в этой квартире. Мы в этой квартире просто как в музее смотрим. Но не трогаем. Господи. Сашуль, я буду стараться. Как новый, да? Как новый. Блин, вы знаешь, когда мы сюда приезжали, он не такой был ровным. Умничка. Может, наконец-то будет нормально спать. Ты у нас мужчинка в семье. Это что? Сильно не... Мамай! Моменты жизни. Писать лицензию на фильм, то ты должна авторизоваться. Да. Ну-ка, да. Ну-ка, что ты делаешь? Короче, мы как-то с Сашей смотрели фильм «Облачный атлас». Мы смотрели три часа, они связаны каких-то историй. В итоге нам он расходил этот фильм. Да. Просто это просто вау. Но в итоге мы посмотрели, такая фигня. И мы не выдержали и сделали вот такой вот отзыв. В общем, не смотрите этот фильм, царит в свое время зря. Доиграла один раз. Все, мне хватило, вы потом играли еще час вдвоем. Какой час? Мы 10 минут с Дашей доиграли. Какие 10 минут? Я хотела брови выщипать. Это мы еще с ней доигрывали. Я сидела, когда Юля с вами еще была. Она доиграла, мы еще двое сидели, пошла брови выщипся. Она первая проиграла. Я первая. Маша сразу же после меня проиграла. Я иду бриться. А Китя, иди сюда. Я иду бриться. Не надо, не травлю меня. Насилие. Я этого здорово почуть не могу. Блин, мы вот в такой халуке живем. Вот я смотрю сейчас. Тварь. Тварь. Давай расскажи, что мы делаем. Маша, у нас тут события, ты сразу в холодильник. Мы решили снять трешку. Мы решили так, что тот, кто живет вдвоем, они платят меньше, тем, кто живет отдельно. А, давай согласны. Мы уже нашли квартиру, мы вам будем показывать. Мы позвонили им. Она офигенная. Это трешка за двадцать шесть. Там ребенок классный. Диаметро семь минут пешком. Проблема в том, что мы ему сказали, что мы студенты, нас четверо. И он такой, типа, кто? Я говорю, ну вот, типа, три девушки и парни. Я говорю, а как вы будете жить? Я говорю, ну, нормально. Наши поиски реально начались. Мы начали искать хату для нашего татар-фрэндхауса. Нашли аристократическую вот обалденную море. Сашуля, это мрамор. Маша, ты вот встала ни туда, ни полтора. Это что за романтик? Это ворокко. Что? Что? Скажи. Что я скажу? Юлечка, как тебе? Как тебе вкус нынешних... По сути вкусно. Ну, не то чтобы вкусно, а по сути вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Я уже начала готовиться к сессии, потому что она уже совсем скоро в марте, а время летит супербыстро. И вот сейчас я начала делать модули по логике. И, блин, ребята, я вам сейчас такое покажу. Это просто от ас. Нам дали вот такую вот презентацию. Но прикол этой презентации в том, что, смотрите, логика в античности. Далее у нас с вами идет логика средние века. Это вот котечка. Далее у нас с вами идет логика в новое время, эпоху просвещения. Самый такой вот класс, это логика в России. А кто чморил меня? А ты? Сейчас играли в игру. Ну, типа, обмани меня. Там надо было угадать, кто жулик. Даша три раза подряд была жуликом. Я сразу с первого раза угадывала, что это Даша. Но почему-то она... Но голосовали за Машу. Голосовали мы за Машу, потом за меня. А Юля орала подше, что это я. Даш, подожди, а почему ты обиделась-то? Потому что вы меня сразу чмырили. Я тебя не чмырила. Я... Вы говорили даже, когда... Типа, она сильно орет, она жулик, она молчит, она жулик. Она не смотрела игру престола. И я смотрела игру престола. Тебя оскорбило то, что мы сказали, что ты не смотрела игру престола. Все, пока. Нет, подожди. Но я же чмырила при этом всем с Сашей, потому что он меня заставлял голосовать. Нет, вы меня чмырили. Вы меня чмырили, а я еще и виновата, что вы меня чмырили. Мы сейчас обидимся. Это моя тактика. Я ее придерживаюсь. Моменты жизни. В общем, ребятня, мы пошли смотреть квартиру, которая нам очень сильно понравилась. Мы надеемся, что все пройдет хорошо. Но, скорее всего, все пройдет хорошо, если вы смотрите это видео. В принципе, тот райончик, в котором мы приехали, нам уже с первого вида нравится. Потому что это не муравейник. Там, Саша, ездили, не помнишь? На Парнас. Короче, для нас Парнас это как муравейник, поэтому мы приехали чисто в советский такой хрущевский райончик. Посмотрим, посмотрим, как все произойдет. Ребята, у нас квартира нормальная. Она такая просторная, посмотрите. Вы посмотрите, какая это просторная, светлая квартира. Незачуханная, теплая, красивая, без скрипучих полов. Я не знаю, я так счастлива. Нет, у меня больше хозяева. Мы все будем сами, типа, делать, если что. Сами договариваются. Я такая... А что так можно? Ключи, вы можете сами сделать ключи. Он мне уже показал краску. Если, говорит, если что-то заляпаете, просто закрасьте, вот это, может быть, выключится. Ребята, я сейчас расплачусь. Это просто шок. То есть мы сняли квартиру, трехкомнатную, светлую, близко к метро, с адекватными хозяевами, которые сказали, что они будут разбираться в случае чего. Там потопы, не знаю, там наводнения, земляные трясения. Устроим рум-тур. Пока она не захлоплена. Пока все дома, мы вас ждем. О, мой бог, вы когда пришли в комнату? В какую комнату еще раз? О, мой бог, вы что, приехали в гости к нам, Татар Фрэнг Хаус? Ну ладно, заходите. Сейчас я проведу вам небольшую экскурсию нашего коттеджа, нашей виллы, нашего хауса. Ну, давайте, заходите. Можете пока не разуваться, я еще пола не помыла. Как вы можете заметить, квартира очень светлая. Мы сейчас повернемся к Александру. Вы видите... Я сливаю. Вы видите, в последний раз такой почти пустой, потому что у Александра очень много хлама. Заметьте, заходите, заходите. Вы посмотрите, какой стиль. И фэшн, и детали. Это просто amazing, very beautiful. Кстати, очень тепло в квартире. Да, и заметь, что нет подоконников и лишние вот пространства они этот не тратят. Это прям очень нравится. Ну, вот эта комната Александра, next. Дальше. А здесь у нас небольшая нарния. Саша уже сказал, что там будут свои шмотки. Да, я знаю. Тут Бимочку, если что, будем садить. Если она плохо себя ведет. Дальше, ну, давайте вам покажу. Подожди, нет, ты мне показала. Теперь, ребята, ребята, теперь... Смотри, это что, фреско? Это, это барокко-рокко. Барокко-рокко, давай. Теперь мы не стремно вам показать наш санузел, потому что мы у нас только с вами уже близки. Заходите и видите, да? Все очень красиво, все светло. Все белое. О, мой бог! Что же ты? У нас не вот эта, которая уже провешена, про эту шубу. Дальше мы перемещаемся в комнату Юли. У Юлечки самая просторная комната. А на самом деле, мне это не просто так. Во-первых, красивый однотонный цвет стен. Обалдеть, что это такое. Вот тут это у меня будет дивана. Что еще могу заметить? Дальше, что у нас тоже, между прочим, очень прикольно сделано. То есть тут тоже есть шкаф. Так, дальше. Мы, конечно, перемещаемся в мою комнату. Саши и руки. Вот, пожалуйста. Вот, шкаф. Круглый стол. Мы все за круглым столом собираемся. Мы ребята предложили купить. Тут нет телевизора, потому что мы не смотрим этот зомбый ящик. Юл. Проектор какой-то найти, купить, и будем смотреть по проекту. Между прочим, это комната наша с Марией. Вот, вот так вот. Хорошие, нормальные люстры. Нормальные люстры. Пойдем дальше. Мы тут будем готовить дома. Едим дома, вы знаете, рубрику. Небольшая раковина, чтобы у нас не скапливалась эта вся утварь непомытая. Думала, что это тофе-фея, это ложка для торгов. Вот такие вот салвески. Холодильник, мы вам сказали. В принципе, я думаю, мы просто кастрюльки какие-нибудь там докупим, и все. Минимум. Мы минималистично живем. Минимум слов. Вот, пожалуйста. Как-то наш так, ром-тур на этом закончился. Всем чмоки-поки. Теперь смотрите, как мы начинаем переезжать с той хаты. Блин. Моменты жизни. Немножко расскажу. Мемочка, иди сюда. Сейчас расскажем всю историю. В общем, кто давным-давно на меня подписан, знает, что у нас в Тарфрендхаусе проходит акция благотворительности для садоводов. У нас очень много всяких стеклянных баночек. И в тот раз, в мае или в июне, мы отдавали за даром огромную такую большую коробку всяких вот этих банок для соленья и варенья. Потому что мы всегда любим что-то в стеклянную таре брать. И вот, на этот раз мы же съезжаем. Мы просто не можем позволить это выкинуть. Я не позволю это выкинуть. Или на переработку, или что, или отдать добрые руки. В тот раз приходила женщина, чудесную забиралась. Но я не помню. У меня и номер не сохранялся, и я не помню, с какой квартир она говорила. Ну что, как дела, Юлечка? В общем, я недооценила свой гардероб. И я говорю, да у меня в одну сумку все влезет. В один чемодан. Вот этот чемодан, у нее все, вот это вот влезет. Вот это все еще там. Я уверена, что она влезет. Но я еще не начала разбирать ни книги, ни кофейку, ничего. Только одежда, и у меня уже пошла третья сумка. Третья, у меня ничего не вмещается. Ничего не вмещается. Юлечка, ну помогай своим матерям-то. Ничего не вмещается. Ничего не вмещается. Прошло около двух часов. Анбоксинг, точнее, в боксинг. Боксинг? Это мои вещи. Я широкоугольную включу. Вот, пожалуйста, смотрите. Это мои вещи, это мои вещи. Это мои сумки. Еще одна моя сумка. Сумка в сумке. Это машины вещи. Вот там внутри сумка еще одни мои вещи. Чтоб вы понимали, на сколько весит. А это две коробки моих книг. Я такая начинная. Ну все, пока Мария, это капец. Ты видела у девочек сколько? Ну у нас будет не меньше, повернее. У нас еще стол, кровать, комната и аквариумы. Это твой стол. Ну вот еще кровать, зеркало, зеркало. Я боюсь, что даже и газели нам не хватит. Пока у нас упаковка идет полным ходом, у нас закончился скотч, потому что мы решили перестараться и все хорошенько упаковать, чтобы ничего не разбилось. Хотя нам Мария Петровна говорила купить еще один, а мы такие, да нет, у меня есть еще полный. А в итоге что, полный уже закончился. Пришлось докупать, бежать, пока открыты все фикс прайсы. Юля сейчас говорит, что Маша не сидит спокойно, и ей надо лишь разобрать икеевскую мебель. Потому что Саша не шурупов, я не могу понять. Очень много. Я вижу, как Саша не так красиво. А хочешь, я тебе расскажу прикол? Да. А тут еще на три с каждой стороны полочи, и того очень много. Как тебе пока ощущения от переезда? Я заеб... На самом деле, знаете, что, ребят, заметила? Я была приверженцей того, что нужно жить на легке, на минимум. Думала, что я живу на легке, а нет? Я тоже думала, посмотрите. Покажи вам в шкафу, это половина только моих вещей. Ну, как бы больше половины. Ну, ладно, процентов 90. Расскажи, что произошло мне. Саша, рыбка сдохла. Сдохла, умерла, скончалась трагически. Нет, это серьезно, даже не смешно. Мне жалко эту рыбу. В общем, как-то я сплю и слышу какие-то штуки. И потом Саша стоит и говорит, слушай, что что не спишь? Он говорит, Ини засосала, она умерла. Это что произошло? Он говорит, клапан от фильтра, что-то отошел, насос, у нее губы засосало. Я ее достаю, у нее губы как-то такие огромные. Ты посмотри, уже губы синие. Мы даже ставили в нашу беседу фотографии. На нашей беседе в ВКонтакте стоит фотография Ини посмертная. У нас 9 числа, это произошло 1, 9 числа мы будем ее... 9 дней праздновать. 9 дней праздновать. Мы главное их рождение не праздновали, а смерть празднует. А откуда мы знаем, куда они родились, они приехали отсюда уже родившись. Поставь посередине, бля. Он наложил его сюда в угол, он его нагнул. Задавайте. А, ребят, сюда еще раз. Саша. Саша. Рада. Так, Саша вспомнила про хомяков сейчас. Я реально думала, что это была крыса. А, ты когда Джорс бежал? Я... Да, точно. Блин, да. Я просыпаюсь и вот это... Прям шуршит и шуршит. Я думала, что крыса. У меня не было даже задней мысли, что хомяк мог сбежать. Я думаю, нет. Крыса. Даже не мышка. Крыса. А я очень боялась. Думаю, сейчас я усну, она залезет мне на лицо. Начинает гры. Я поставила даже камеру со вспышкой, чтобы вы посмотрели. Я просто представляю лицо Джорджа вот это. Не, я знаешь, самое что забавное было? Мы типа спим, и я крепко сплю, и вот это резко... Да что, давай, Джордж, нас иди сбирай! А он такая, я понять не могу, типа, 5 утра, что произошло. А он еще беднягой нервничал. Мы его 20 минут не могли поймать, он просто сидит вот такой. Я помню, как нам привезли 7 пицц. Фотография. У нас была такая история, мы заказали волес, и ждем уже час, а заказ вообще, как бы, типа, замер. Мы начали звонить. Нет, он не замер, а он изменился. А, он вернулся, нам вернули деньги, да. Потом мы заказали другой доставки, и нам доставили и то, и другое. А мы заплатили за одно. Мне мать моя. Мать моя. Мама отправила мне посылку нам всем, чтобы мы вместе поели, чтобы мы не голодали. И она отправила малиновое варенье в этой 0,5, под полторашки. И из-за резких перепадов температуры она сначала заморожена, потом разморозилась, потом опять заморозилась, потом опять разморозилась. Короче, она взорвалась. Забавный факт. Маша в это время сидела с мирными. Она на работу собиралась, она уже одержилась. Она сидит спокойно, едет, пока я открою ей варенье, чтобы съесть. Я просто сидела варенье, просто весь потолок. Я просто сидела сижу, я слышу то, что было, типа, клеща. Я просто смотрю, что было. Нет, а понимаете, такое мое впечатление, я что-то захожу, умываюсь, и думаю, а почему же вчера стирали белье, почему опять белье? Так я думаю, ладно, окей, открываю, наверное, чтобы достать кружку, и что-то, но потом вот, бац, а нет. Ты сейчас, знаешь, насторожила, что-нибудь тут щельками, такой, ну что за крапинки, понимаете? И когда я пришел на кухню, я смотрю, у нас все вот это, варенье и обои варенья, думаю, что такое? И кто-то, не помню, Юля говорит, посмотри, ну, белье, вот это вообще. А там просто, чтобы понимали, там уставались пятна, которые их не отмыть. И нам, мы сначала хотели помыть, но вот там побелка начала немножко скатываться, сыпаться, да, сыпаться. И нам даже пришлось белить полно. Нет, сначала убирать потолок, ну, как... Просто понимаешь, что мы хотели? Да, мы хотели вот эти крапинки белым замазать, но тут тон вообще отличался. То есть у него был серый потолок, а у нас была белая побелка. Было весело. Я помню, я открываю, и у меня вот этот поток в лицо, думаю, мэш. Слушай, а она какая была? То есть она вот прям упругая была? Она упругая. Тебе это не осторожило? Я с такими сталкивалась просто. Я просто крышку типа спокойно открываю, она как бабахтет. Ну, зато мы потом как бели это. Я еще помню, мы поехали в Раймерлен с тобой, помнишь? Что-то нам надо было купить и побелку. Я говорю, сколько нам надо побелки? Я говорю, да, одной баньки хватит. Ты говорю, Саш, точно уверен? Ну, типа, да, тут одним слой. Я помню зато. Один слой вообще, Сахар, глаза. Хватит еще, это достанется. В коридоре побелить. Что-то думаешь, мы только вот одну полоску так сделали? И на этом все. И на этом все. Нам пришлось идти. А мороз, помню, был. Помню, я иду вот такое с работы вот оттуда. Потому что надо от четвертым доехал. Иду, и я прям вижу, как Юля с Дашей с Тэзой потом побелит в рост в окно. Моменты жизни. Мы второй день собираемся. Сегодня уже переезжаем, уезжаем. Все упаковали. И упаковали даже заварку. Поэтому приходится нам теперь пить кипяток с оставшимся вареньем. И Юля сделала себе морс. А Маш всегда у нас пьет кипяток, потому что я лень заваривать чай. Я за кипяток этого стреляю в упор. Че? Когда в кипятке вот эти штуки размокают, женой, она дает кипку. Да? Чтобы вам полностью показать, что происходит, мы начали это все грузить. Немножко вспотела. Но ребята ездят туда-сюда на лифте. Хорошо, что у нас есть лифт. Чего ты ее вытащил? Короче, знаешь, какая у нас схема? Какая? Мы туда езжаем до первого этажа, оттуда мы уезжаем. Но уезжаем и со второго, потому что с первого этажа у нас не уезжает. Прикол. Многоходовочка. Вы посмотрите, это вся наша утварь. Капец. А нам хватит вообще газели? Газели хватит. Сейчас, давайте, проведу. Это все, все вещи, наши, ты и нами за год. Итого, мы это все поразили за 7 минут. Маша, вперед. Ну все? Это что за авы Марии какая? Сейчас у Марии рыба любимая. Вот так вот сейчас поедем в новый дом. Покажи рыб. Покажи рыбешку свою. Она нам завидует, понимаешь? Она не хочет. Вновь мы все теперь это перетаскиваем. Ладно, уже притащили? Елечка, как тебе? Найс. 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 Капец, потели просто, да, нельзя. Я не знаю, откуда у нас столько барахла. Вот я сейчас это все таскаю и думаю, вот зачем оно нам? Зачем? Я не знаю. Он пою сам. Видняжка, он же нас ждал. Давай, Сашуля. Ну что ж, ребята, мы переехали. Вы посмотрите, сколько у нас вещей. Откуда? Откуда? Я не понимаю. Мне кажется, у Даши моменты жизни... Откуда? Не только откуда. Даша на протяжении 40 минут удивляется хламой. Давай, Елечка, расскажи. Нас потихоньку укладывается. Я уже разбрала вещи. Ну, просто скинула их в одну. Да, дело дверь, стриморчик спит. Бима вот там вот сидит где-то. Нет, она просто лежит. Вот просто лежит. Ну, конечно же, как только мы заехали, мы же не можем спокойно помыться и лечь спать. Сейчас мы готовим в полдвенадцатого ночи праздничный медовик. Елечка со своими чудесными длинными пальцами пытается там раскатать кожу. Аскакалка? Аскакалка? Аскакалка вот у нас, между прочим. Это бутылка Саши на свеки. Что? Это мы просто последние два дня. Моменты в жизни. Я сделала. Сейчас. Я хотела встать пойти. Сейчас время полвторого ночи. Мы наконец-таки все разобрали. Пока я сели готовила медовик, Мария Петровна тут помыла полы и сюда разобрала. Блин, вы посмотрите. Я сейчас, короче, сижу и я не могу поднять левую руку. Типа я ее поднимаю и у меня вот тут вот мышцы вот так вот как бы сжимаются. И мы ставим вставки, что завтра просто будет трындец. Так, я сейчас посидела, подумала, надо Джорджу немножко отойти от стены, а то мы посыты. Все прогрессуло, а на следующий неделе мы вернемся к ту старую квартиру, чтобы ее отдравить, чтобы нам вернули остатки залога. Блин, Сашуля меня решила поразить. Пойдем. Он аж закрыл дверь. Как тебе? Вау! Блин, кстати, он такой точный. Как тебе? Блин, прикольно. Моменты в жизни. Неделю назад мы переехали на новую квартиру, но нам нужно сдать старую. Поэтому сегодня, в субботу, мы поехали ее выдраивать, приводить тот вид, если ее можно вообще так назвать. Короче, типа, чтобы нам отдали залог. Сейчас нам нужно сделать следующее. Смотри. Нам нужно сейчас переклеить обои вот тут, потому что хомяки у нас обоссали их в свое время. Повесят шторы. Также переклеить обои здесь, потому что у нас как бы бимочка есть. Нужно отремонтировать диван, потому что он сломанный у него. Это просто что-то с чем-то. Мы не могли вам это снять, но давайте вам расскажу, что произошло. У нас был сломан диван. От слова совсем. Мы его до этого чинили. Я вам уже показывала. Он сломался еще раз. Мы сейчас полтора часа, реально, я не привилечу, пытались его починить. Мы наконец-таки починили, а это значит, что нам вернут залог. Залог за этот диван. Будь здоровы. Такую квартиру мы видели чисто впервые, когда ее снимали год назад. Сейчас мы это все отнесем на вторсырье. И все. Паркатно пойдет сейчас. И все. Так, первая остановка, куда мы все это отдаем, это спасибо. Отдаем вещи и пакеты, которые у нас накопились. Держи. У нас осталось еще вот столько вещей отнести на переработку. Ужас, мы выглядим, как будто нас выгнали. Мы пришли на вторую локацию. На самом деле Юля обожает эти бутылки сдавать. Вы заслушайте этот АСМР. Давай. Не. Юречка, что пройдешь? Да что они на меня урут? Блин, я просто сижу в своей комнате, жду какая разница. Здесь я буду съесть, ждать или там. Мы решили заказать еду через интернет. Продукты? Продукты, извиняюсь по привычке. Я сейчас сяду, я села, блин. Ну все, я Маша. Маша, я на полу. Пакеты стирать. Она пошла пакеты стирать. Погоди, стой, я не поняла, что в итоге на запад, это на юго-восток? Сейчас монтирую моменты жизни, и я там ляптала, что нужно спать на запад. И мы решили проверить, что такое на запад. На запад это открывать что-то новое. А мы с Машей вот так вот спим, это как? Подожди, а голова куда? Вот сюда. Это северо-запад. А северо-запад это что? Классическое гармоническое направление. Давай юго-восток. У нас тут очень зажато, переполнено различными комнатами. Теряют веру лучше. С страхами и сомнениями. Теряют веру лучше. Юлечка, это походу ты. Фэншуй, Фэншуй не врет. Я вообще не такая. Лучше поставить кровать в северо-восточном направлении. А если ты будешь спать наоборот? Как ну, нет, как ну нельзя, как ну не надо. Северо-восток, это знаешь, это вот так. Ребята, Фэншуй дело тонкое, нужно уметь. Изголовье в этом направлении обеспечит уверенностью, полноценным сном, стабильностью в жизни и ощущением защищенности и комфорта. Юль. Понятно? Меняй голову. Надо спать по Фэншуе, Юля. Ты спишь сейчас негативно. Моменты жизни. Витя гре, все гре, все пьет. Ты посмотри на это. Ты посмотри. Ты посмотри на это. У меня договора это вот что? Это все, что связано с нашим стороной. Можно вот с этим тренингом? Ох, ох. Если у вас что-то в блоке, то есть, что с ней по информации нет. Да, я расходу. Просто подписывай. Наполвала. Заметили вы или нет, подписаны ли вы на мой инстаграм или нет. Если нет, то почему. Короче, в инстаграме все супер прилизано, потому что, чтобы в 15 секунд все это уложить, что я хочу вам рассказать. Но моменты жизни это другой формат, где я вам показываю всю нашу реальную жизнь в Татаро Фрэндхаусе. Я учусь на заводчике, и мне сказали выучить какое-то там произведение, пьеску по нотам, а у меня нету рядом клавишных. Я такая, что делать? На укулеле не ханает. Пошла на Авито и купила синтезатор. Это именно тот синтезатор, который я просила 2 года назад у Саши на день рождения. Лайфхак, ребята, для всех тех, кто хочет покупать синтезатор, покупайте смело на Авито, потому что частая проблема покупает ребенку, ребенок уходит музыкалку полгода, вот, например, вот этот, он, блин, он новый по сути. Он, по сути, новый, я укупила за 2000 рублей. Такой, наверное, сейчас стоит 1006. Смысл, короче, вам покупать новый? Нет смысла, абсолютно, потому что это фортепиано, синтезатор и тому подобное. На клавишных очень мало играет людей. Я года три уже не играла. Специально для вас и сыграем следующее произведение. То есть произведение для всех родителей, которые просят вас сыграть чему-то. Вот. Играйте его на любом инструменте. Бисимо, Граца. Я не буду просить на бис, потому что я уже не первая. Как не просили, а сразу с ними голосами. Давай, сыграем. Я вот ходила на фон. Ты же умеешь собачий вальс играть со Шули. Бумер. Да. Вы же можете это сделать, ансамбль, в четыре руки. Ульси из транс. Бима, смотри на ноты. Она знает уже, понимаешь? Моменты в жизни. Ты сейчас помыла полы. У тебя же не на пол. У тебя все равно будет отоширкаться. Что ты хочешь сделать? Я не понимаю. Лягким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Типа потом покрасить, да, я считаю? Мне надо, чтобы Бима за мной тащила. Бима. Юля купила себе в Икеа чуль. Маш, а ты можешь до мной тащить? Она говорит, что она сделает из этого парео. Белый паш. Смотри, как она смотрит. Давай, контемпорит, танцы. Посмотри на нее. Сегодня у Александра праздник. Его повысили на работе. Ура! Сашулька. Мы за Шулью все рады, правильно? Да. Мы все рады за Сашулью. Вчера он пытался поучаствовать в лотерее. Я думала, когда я увидела торт, я думала, что он выиграл миллион. Сейчас монтирую моменты жизни. Вы посмотрите, как эта мадам смотрит в окошко. Маша, потом не ругайся на мне, что я окна тут оставляю без штор. Вон кто тоже смотрит у нас в окошке. Если вам понравился данный выпуск, дайте мне знать своим лайком. Также не забудь написать в комментариях, что у тебя нового произошло за этот период жизни. Я обязательно все прочту. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok